К сожалению, я на сегодняшний день не вижу лидера на Украине. Если бы такого человека я описал, я бы его описал таким, как Владимир Путин, как Ангела Меркель, как Барак Обама. В общем, те люди, которые умеют управлять государством. Идеальный президент Украины, который нужен Украине на данный момент, это человек, который может навести порядок и успокоиться из стороны конфликта. По сути дела, народ хочет совсем другого. Не столкновения, а наоборот стабилизации. Отсюда же и роль лидера, который должен возглавить. Я не очень уверен, что Порошенко именно такой лидер, но мы говорим об идеальном человеке. У идеальных лидеров, особенно сейчас, выбирать не приходится, поскольку надо смотреть на то, что есть. Какой уж сейчас идеальный может быть лидер в такой кризисной ситуации. Все фигуры, которые сегодня в украинском политикуме, это все, мне кажется, временные фигуры. Сейчас Украине нужен хороший хозяйственник прежде всего и талантливый политик. Но прежде всего хозяйственник, потому что с экономикой у страны совсем плохо, просто из рук вон плохо. Не знаю, как можно объединить сейчас Украину. Это очень сложно. Это очень сложно, но лидер, наверное, который сможет навести порядки, в который мы все поверили. Он все равно не будет представлять интересы всего народа. Это должен быть человек, который ухитрится своими первыми шагами доказать свою лояльность и, самое главное, свое позитивное отношение. Каким-то образом помирить всех и вся, не зная, как это получится. Это должен быть очень мудрый, тонкий человек, который, так сказать, войдет обязательно в историю как настоящий миротворец. И уж точно я бы не стала говорить о том, что какой-то политик из России нужен Украине. У них пусть тот, кто там родился, там пригодился. Вот пусть они сами с собой разбираются.